Я-я-я-я! Свежее видео захвата Капитолия, опубликованное редакцией Нью-Йоркер с двухнедельной паузой, когда страсти вроде бы поулеглись, запустило в США новую волну обсуждения и осуждения тех, кого избранный президент Джо Байден назвал внутренними террористами. Тук-тук, мы пришли. Это Сенат? Где они все? Пока мы тут, давайте создавать правительство. Народ, давайте занимать места. Занимайте места. Где это Нэнси Пелоси? Где Нэнси? Видно, насколько неумелы и неорганизованы люди, которых теперь объявили чуть ли не врагами государства, и насколько наивны мотивы их действия, из-за которой, тем не менее, многим теперь грозит по 20 лет тюрьмы. Эй, проваливай с того кресла! Но оно принадлежит народу. Согласен, но все же оно для вице-президента США, а его тут нет. Ребята, я вас люблю, вы братья, но мы должны относиться уважительно. Да, они украли выборы, а мы в их креслах посидеть не можем. Все так, но и с этим нельзя мириться. В американских СМИ делают упор на то, что некоторые из проникших в Капитолий рылись в бумагах сенаторов. Должно же быть здесь что-то, что можно использовать против этих подонков. По слухам, будто бы и ноутбук Пелоси украли. И уже появилась очевидная и удобная версия зачем. 22-летняя санитарка из Пенсильвании по фамилии Уильямс якобы хотела продать информацию русским. Свидетель заявил, что Уильямс намеревалась отправить компьютер другу в Россию, который в свою очередь планировал продать его службе внешней разведки Российской Федерации. Впрочем, ФБР пока только проверяет информацию от осведомителя, при том, что фактов кражи ноутбука Пелоси нет, о пропаже никто из ее окружения вообще не заявлял. Искали же протестующие прежде всего подтверждение своей теории заговора против Трампа. Хочу это сфотографировать. Так, это возражение Теда Круза по поводу подсчета голосов в Аризоне. Похоже, сенатор хотел нас продать с потрохами. А, нет-нет, наоборот, его возражение это хорошо. Все-все, он за нас. Трамп все последнее время не появляется на публике. Находится где-то в белом доме, пока его обитатели пакуют вещи. За предстоящие менее чем двое суток до выселения нужно успеть вывести сотни коробок. Наследие Трампа в цифрах представляют различные социологические службы. По опросам, большинство американцев уверены, что действующий президент несет хотя бы частичную ответственность за захват Капитолия. При этом 65% не верят в теорию, что Байден был избран незаконно. Однако почти четверть американцев, и это значительное число, уверены, что голоса были украдены. При этом очевиден раскол по партийному признаку. 75% республиканцев полагают, что американская избирательная система не отражает волю народа. Ну и самая печальная персональная статистика для Трампа. Он покидает Белый дом с рекордно низким рейтингом, около 30%. Хотя, по словам вице-президента Пенса, который сыграл неоднозначную роль в последние дни этой администрации, американцам есть за что благодарить Дональда Трампа. Я с гордостью сообщаю, что нашей команде осталось работать всего несколько дней. Наша администрация первое за десятилетие не втянула США в войну, которая добивается мира через силу. Этот же неоднозначный принцип «мир через силу» в США сейчас вовсю применяют на собственных гражданах. Вашингтон напоминает Багдад времён американской оккупации с официальным делением на зелёную и красную зоны безопасности и десятками тысяч военных с боевым оружием. Солдаты на раскладушках внутри Конгресса спят, служба идёт. Установлено круглосуточное дежурство. Усиление на земле, в воздухе и на воде. Реку Потамак усиленно патрулируют катера береговой охраны. В оперативном штабе Вашингтонской полиции, где и так многолюдно, в день инаугурации будут находиться агенты секретной службы и ФБР. Мы задействуем все возможные ресурсы, весь наш департамент. За 31 год службы это самые жёсткие меры безопасности в Вашингтоне, что я видел. Под стать столицей и другие штаты в их собственных капитолиях, больших и поменьше, напоминающих здания Конгресса США и не очень, тоже усиление. Полиция, национальная гвардия, вереницы армейских хамвии и бронированных тяжёлых грузовиков. Демократию круглосуточной в усиленном режиме охраняет пеший и конный в заснеженной Айове и в солнечной Флориде. Дополняет картину вооружённые протестующие, которые, пользуясь правом на открытое ношение, в некоторых штатах к зданиям местных парламентов пришли с винтовками наперевес. Почему вы вооружены? Просто мы так делаем. У каждого свои идеалы. От количества оружия и заборов рябит в глазах, но ощущение близкой и неминуемой угрозы накануне инаугурации лишь нарастает. И кажется, как раз в этом сейчас многие заинтересованы. ФБР проверяет уже самих проверяющих, нацгвардейцев, что стоят на блокпостах вокруг Капитолия. В прессе нагнетают, что после беспорядков в Конгрессе задержан резервист сухопутных войск США с допуском к секретной информации. Сообщается, что он является сторонником идей превосходства белой расы. Всех командиров, чтобы были на чеку, еще раз проинструктировал министр сухопутных войск Райан Маккарти. У этого маккартизма в версии 2.0, когда разыскивают уже не коммунистов, как в 50-е, а радикальных республиканцев-трампистов, много общего с преследованием за инакомыслие. В таких условиях уходящий президент намерен помиловать сразу около 100 человек. При этом включать в этот список себя и детей, как сообщают, не собирается. Тем не менее, демократы продолжают настаивать на преследовании Дональда Трампа в рамках второго импичмента.